Каким будет секси-драг-заезд? Сегодня посмотрим, устроим гонку на Тесле модели S Plaid с Теслой модель 3 Performance, Теслой модель X Plaid и Теслой модель Y Performance на четверть мили с места. Ведь я Мэтт Уотсон и это CarVal. Итак, давайте расскажу об этой Тесле модель S Plaid. У нее один электромотор на передней оси, два на задней, совокупная отдача, 1020 лошадиных сил и 1420 ньютон-метров момента. Снаряженная масса 2,2 тонны, начальная цена 116 тысяч фунтов. У Тесла модель X Plaid такая же силовая, однако снаряженная масса 2,5 тонны, а цена 127 тысяч фунтов. У Теслы модель 3 Performance 530 лошадиных сил и 660 ньютон-метров момента, снаряженная масса 1,9 тонны, а цена 57 тысяч фунтов. У Тесла модель Y Performance та же силовая, что и у модели 3 Performance, но снаряженная масса 2 тонны, а цена 60 тысяч фунтов. Чтобы сравнить характеристики всех моделей, приготовьтесь поставить на паузу! А что ж, если вам нравятся такие заезды и вы на нас еще не подписались, сделайте это и включите уведомления, так вы точно не пропустите наше следующее видео, которое мы снимаем сразу после этого. Тоже очень интересно, такое пропускать нельзя. Так что подписка и колокольчик! Также хочу поблагодарить Лос... 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 Тех, кто предоставил нам это авто, немецкие ребята пригнали его ажно из Штутгарта. Ну а также поблагодарю Некст Рентл или Некст Рентл, или как-то так, за то, что они тоже пригнали нам модель X-Platт аж из Германии, спасибо вам большое. Ну а модель Y нам предоставили в пресс-офисе Теслы, правда, они, видимо, проигнорировали нашу просьбу предоставить модель белого цвета. Также спасибо товарищу, давшему нам модель 3 Performance, при этом он за рулем модели X-Performance, так что с ним можно поболтать, это Ричард Саймонс с ютуб-канала RSEV, что ж, здоров Рич, как дела? Доров, Мэтт, все хорошо, как сам? Да хорошо, я за рулем модели S-Platт, устроим драг-заезд, сравним производительность всех самых быстрых версий каждой модели Теслы, на отрезке, в четверть мили, долго мечтал устроить этот секси-заезд, прям спал и видел. Надеюсь, я не фигурировал в этих снах. Ричард, так ведь это и есть воплощение моих грез, с рейтингом только для взрослых. Чё-то как-то неловко, может, поедем уже? Давайте не будем на этом останавливаться, он, прав, прозвучал немного стрёмно. Три, два, один. Ох, старт замечательный. Поразительно, машина таких габаритов не должна быть такой шустрой. Ну это просто абсурд! Ушёл. По-моему, я стартовал просто идеально. Это да, ты вышел вперёд на старте, поразительно. Моя машина тоже ехала в хорошем темпе, но ты, конечно, уходил в отрыв. А ты, модель три, всё нормально, то же самое? Да очень хорошо, вроде недолго держался наравне с Ричардом и его моделью Икс, ну, как бы сказать, очень недолго. Ну, а модель Уай? Да, бедный я, все меня бросили позади. Конечно, машина очень шустрая по любым меркам, но то, как вы лихо ушли вперёд, это просто нечто. А давайте ещё разок. Три, два, один. О, Мэтт уходит вперёд. Ожидаемо заезд между С и Икс. Ух ты ж. Получается, две гонки по цене одной, да? Помимо нас двоих был ещё кто-то? Ну, надо же, я их до сих пор не вижу. Давай подождём, пока они к нам присоединятся. Так как тебе твой старт? Так резко, что мне чуть не поплохело, уверен, что у тебя было ещё жёстче. Я стартовал быстрее, но не то чтобы в разы быстрее. Если хотите, нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании, чтобы посмотреть мой самый быстрый старт. Модель три. Сделал модель Уай, как и следовало. Ну, разумеется, сделал, скажем так, в сухую, если сравнивать с вами двумя. То есть у тебя секс и заруба на сухую. Ну, а чё такого-то? Итак, каковы же результаты? Победила модель С. Она проехала четверть мили с места за 9,8 секунды. Модель Х проехала за 10,1. Модель Три за 11,9. Ну, а последней была модель Уай. Она проехала за 12,4 секунды. Теперь погоняемся сходу с 50 км в час полмили. Начну отсчет. Три, два, один. Пошел. Держимся рядом с С. Икс пока не отстает. Но все, ухожу от него. Но тут все было ясно, Ричард. Икс и С поначалу держались очень близко. Но мое авто более обтекаемое, поэтому оно вышло вперед. Получилось лучше ожидаемого, учитывая, что эта машина похожа на кирпич. А потом я уперся в лимит 269 км в час. У меня то же самое. А этот лимит никак нельзя увеличить? Если включить режим трек у модели С, максимальная скорость должна быть 278. В модели Икс этого режима нет. Кстати, единственная модель здесь без него. Я в режиме драга. Его выключить? Нет, режим драга нормально. С трековой настройкой максимум может быть где-то за 275. Если поставить карбон-керамические тормоза, то будет обновление. Тесла разблокирует большую скорость. То есть около 280. Но карбон-керамики нет, поэтому на нет и сюда нет. Ну, трековая настройка у меня включена, но все равно максимум скорости 266. Тормоза проверим вот-вот, может быть страшновато. Если часто гонять на Тесле модель С, карбон-керамика, на мой взгляд, ей точно не помешает. Но сперва еще гоночка сходу. Так, вновь погоняемся сходу на Сера с 80 км в час полмили. Три, два, один, пошел. О, как прет. Но сейчас мы с Икс держимся ближе. Не особо-то я отстаю. И вновь все повторилось, не так ли, Ричард? Ну, не так-то и сильно. Я отстал, да? Ну да, отдачи-то одинаковые шли хорошо, но я так понимаю, все-таки снаряженная масса, зацеп и меньше проблем... Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля! Вот так вывод. Машина настолько быстрая, что поплавила мне мозг, потерял дар речи. Че тут еще добавить, да? Что-нибудь? Что-нибудь? Добавят? Еще? Я только помех по рацио услышал и больше ничего. Мэтт, видимо, хотел сказать что-то об обтекаемости, но вместо этого получилось бля-бля-бля-бля-бля-бля. Илон, начни делать рации, пожалуйста. Хотя с твоим подходом пообещаешь в следующем году, а выйдет лет через 10, не раньше. Ну что ж, проверка торможения со 160. Проверим, как они останавливаются. Пересекаем черту, тормозим до остановки. Кто остановится раньше, тот и побеждает. Хоть одна машина сможет остановиться до конца полосы. Сейчас узнаем, тормоза у Теслы не очень хороши. А вот и черта. Чтобы посмотреть другое видео, быстренько нажмите на подсказочку, либо смотрите торможение сейчас. Не совсем то, чего я ожидал. Я думал, модель 3 становится лучше, затем модель Y, затем S, затем X. Ну, X, да, хуже всех, S лучше, и Y, по-моему, побил 3. Интересно, если оттормозиться еще раз, будет ли другой результат? Мне кажется, я ухочусь еще дальше, но я всегда рад повторить. Ладно, а знаете что? Поставьте, пожалуйста, кто-нибудь конус там, где остановился X. Ладно, посмотрим, что будет сейчас. Начинаем. Вот и черта. Я остановился лучше. Я тоже? Как так? Мое предположение никуда не годится. И что самое интересное, порядок, в котором машины остановились, остался точно тем же самым. Просто все чуточку улучшили свой результат. Ну вот так, далеко не все получается так, как задумано. С драк-заездом, да, но торможения, нет. Если вам понравилось видео, поставьте нам лайк, нажмите на окошко слева, чтобы посмотреть еще что-нибудь, либо на значок по центру, чтобы перейти на наш канал. Спасибо за просмотр.